Всем привет! Это Казахстан, одна из самых долгоживущих диктатур на постсоветском пространстве. В начале года в Казахстане начались жёсткие протесты. Давайте пофантазируем и рассмотрим варианты того, как бы они могли завершиться. Первый вариант. После того, как ОДКБ вели войска в Казахстан, протестующие смогли снести власть в стране. После этого силы ОДКБ решили покинуть Казахстан, забрав с собой его северную часть. Они оккупировали его, провели референдум и присоединили его к России. О возвращении с северной части Казахстана уже говорили некоторые российские политики. Второй вариант. ОДКБ не вводили войска в Казахстан, а протестующие продолжили давить на власть. Смогли свергнуть режим Назарбаева. После этого провели первые в стране честные выборы. Велик шанс, что после этих выборов в Квасте вновь придёт диктатор, как это обычно бывает в странах Средней Азии. В следующем варианте в стране появились свои лидеры протеста, которые быстро завоевали доверие людей. Под их руководством люди смогли сменить власть. На место клана Назарбаева встали эти лидеры и начали бороться за власть. В итоге спустя какое-то время появился бы новый диктатор, который начал бы строить свой культ личности и укреплять свою власть в стране. Четвёртый вариант. Войска ОДКБ вошли в Казахстан. Протесты пошли с новой силой. Назарбаев решил просить полное присоединение Казахстана к России, создав новое союзное государство, где сам Назарбаев мог бы спокойно находиться и жить. А в идеале и стать губернатором Казахстанской области. Хватит про протесты. При следующих вариантах этих протестов в принципе могло бы и не произойти. Представим, что СССР не развалился. Следовательно, Казахстан не появился на карте мира как независимое государство. СССР мог бы пойти по пути Китая, ослабить железный занавес, увеличить количество свобод граждан, пустить иностранных инвесторов в страну, улучшить положение частных предпринимателей и так далее. Более подробно об этом можно посмотреть в моём видео по ссылке в описании. Шестой вариант. Октябрьской революции не было, и Российская империя продолжила существовать. Царь провёл бы большое количество реформ и сделал мягкую индустриализацию страны. Впоследствии Российская империя в любом случае развалилась бы, но без кровавых революций, холодной войны, а возможно даже и без Второй мировой войны. Избежав всех этих событий, сейчас страны, которые входили в состав Российской империи, могли бы быть демократическими и развитыми странами. Подробнее об этом можно посмотреть в моём видео по ссылке в описании. А на этом всё, всем спасибо за просмотр, если вам понравилось это видео, то поставь лайк и напиши в комментариях своё мнение по этому поводу.